Айфон 5 Айфон 5 Айфон 5 Это потрясающий широкий 4-дюймовый экран, на котором вы можете наслаждаться любимыми фильмами и играми. Я не знаю, почему ни к одной компании в мире, кроме Apple, не пришла такая идея сделать широкий экран. Возможно, это было божье озарение. Божественный длинный экран. Я даже больше скажу. Если вы не пользуетесь айфоном, то вы не любите Иисуса, и Америку, и Стива Джобса, и ЛСД, и специального черного Иисуса, которого придумали для Барака Обамы. А если вы не любите все это, то, возможно, вы террорист? Экран выполнен по Super AMOLED Retina 3GP технологии. Он на 0,2% ярче и на 0,07% четче, чем экраны всех наших конкурентов на 3 года вперед. И это запатентовано, и если у вас с этим проблемы, то увидимся в суде. Также на нашем экране дети выглядят на 40% более счастливыми и на 60% более богатыми, чем на фотографиях, снятых какой-нибудь Motorola C650. Конечно же, мы обновили нашу операционную систему, и в iOS 6 вас ждет более 8000 новых функций, таких как полноэкранный режим браузера и... 5 рядов иконок влезает? Подчеркнуть инновацией нового iPhone призван новый коннектор, он абсолютно потрясающий, мы разрабатывали его более 6 лет, и он передает информацию быстрее скорости света. Мы используем специальную запатентованную технологию на основе разогнанных протонов, поэтому перекачка информации на iPhone 5 происходит быстрее, чем эта информация появляется. Например, новые фильмы будут закачиваться в ваш телефон еще до того, как к ним написали сценарий. А также коннектор является двухсторонним, поэтому любая мартышка или участница шоу каникулы в Мексике сможет подключить его к своей дырке. Стоп, стоп. Конечно же, нельзя не упомянуть потрясающие материалы корпуса, они присутствуют. Была у меня идея создать iPhone без корпуса, и я ее даже запатентовал на всякий случай, но микросхемы просто вываливались из рук, и ничего не работало. Мы в Apple изучили более миллиарда ушных раковин, чтобы создать самые потрясающие наши наушники AirPods, которые в любом случае отправят в мусорную корзину каждый вменяемый человек, который уважает музыку. Раз уж я заговорил о музыке, конечно же, стоит рассказать вам о пятом поколении iPod Touch. Это такой iPhone для бедняков, ведь с ним не получится понтоваться на улице, принимая звонки. Вы, конечно, можете притворяться и делать вид, что это iPhone 5, но мы специально придумали для Touch другой дизайн. А главная фишка iPod Touch станет вот этот вот ремешок на руку. На создание этой петельки меня вдохновил один из наших сотрудников. Это был следующий день после смерти Стива Джобса. Я пришел на работу и увидел, что мой коллега повесился в своем кабинете от горя. И я подумал, о господи, он повесился! Повесился? Петелька на руке! Скорее бежим в патентное бюро! Ну и третий наш продукт это iPod Nano. Apple очень толерантная компания, поэтому новый iPod Nano выглядит как iPhone. Это такой iPhone для карликов и детей. У них маленькие руки, но странные большие головы. Мне кажется, что они замышляют что-то недоброе, поэтому... Чёртовы карлики! Перестаньте пугать меня, у вас теперь есть свой маленький iPhone, уже заткнитесь, наконец! Здесь офигительный дисплей диагональю 2,5 дюйма, на котором просто восхитительно смотреть фильмы, особенно многомиллионные блокбастеры типа трансформеров. Но последок хочется сказать, что Apple всегда находилась на стыке дизайна и технологий. Так говорил Стив Джобс. Ну и гляньте, где он закончил. Так что теперь у нас будет больше ядер, больше мегагерцев, а новый iPhone вообще на Android выйдет, мы уже запатентовали притормаживание интерфейса. Оставайтесь с Apple, и вы будете успешным человеком. При мне такой хуйни не было.